Всех приветствую, с вами Нелис, и сегодня я вам покажу как легко сделать эффект на эндцирклса. Вы наверное думаете, что я сейчас для того, чтобы создать этот эффект, начну ставить много колор триггеров, и менять каждый цвет, но это довольно таки неудобно, долго и трудно. К тому же сейчас в новой версии это можно сделать буквально с помощью нескольких триггеров. Вы наверное спросите как? Все просто, недавно в спаун и других триггерах добавили такие функции как дилей и мульти триггер. Давайте же разберемся как это может помочь в создании эффекта. С помощью первой функции мы можем активировать триггеры с какой-то задержкой, это может помочь при использовании тач триггеров. Ведь с этим при соприкосновении с спаун триггером он будет активирован через несколько секунд или миллисекунд, зависит от того сколько вы выставили. Ну и вот как это выглядит. Но мы его будем использовать с другой целью, поэтому сразу разберемся с мульти триггером. При его включении мы сможем активировать триггер несколько раз с помощью спаунов. Давайте посмотрим. При отключенной функции это действует только один раз. А вот как со включенной. Но зачем же это нужно? Дело в том, что с помощью этого мы сможем зациклить любой триггер с спауном. Давайте я вам покажу пример как это будет работать. Сначала ставим триггер спаун и выставляем группу триггеров, которые надо активировать. Ставим любую задержку. Естественно выставляем галочки на спаун триггер и мульти триггер. Добавляем триггер в группу, которую мы настроили. После этого ставим рядом еще один спаун и ставим группу триггера ниже. Но пока что при запуске уровня ничего не будет происходить. Ведь мы зациклили только триггер активации, а не пульсации, перемещение или какой-то другой. Поэтому давайте, к примеру, сделаем так, чтобы мигал фон и добавим это в нашу группу. Как видим, все работает. Кто не понял, как это работает, заново объясню. Верхний спаун активирует нижний триггер и в нашем случае пульсацию светофона. Потом триггер активации начинает активировать сам себя и следовательно пульс триггер каждую секунду. Ладно, после того, как я вам рассказал, как это будет работать, приступаем к созданию эффекта Nine Circles. Сначала ставим спаун триггер и зацикливаем его на 40 миллисекунд. Как это сделать, я показывал ранее. Дальше копируем их 5 раз и ставим в ряд. Меняем группы. Снизу ставим палс триггеры, где ставим галку на спаун триггер и мульти триггер. Также выставляем на удерживание цвета и затухание 10 миллисекунд. И снова копируем в ряд, выставляя правильные цвета. На последнем нужно поставить БГ, что означает бэкграунд. Выше ставим 5 триггеров, которые будут по очереди активировать наши циклы. Не забываем выставить цвет пульсации в триггере. Вы можете это делать на ваш вкус, а я буду по-своему. Ну и дальше мы просто строим так, как обычно строится Nine Circles уровня. Думаю, вам объяснять не обязательно. Вот мы и доделали. Теперь осталось зайти сюда, сделать фон и пол чёрный. Также не забываем проделать то же самое с первыми четырьмя цветами. Теперь, когда мы начнём проходить тюрьмы, то мы сможем увидеть такой потрясающий эффект. Вы, конечно, можете подрегулировать время, насколько чаще и реже будут мигать цвета, но для меня и так нормально. Ладно, ребят, надеюсь вам понравится это видео, ведь описывать редактор далеко не просто. Постоянно нужно искать подходящие слова и фразы. Чуть не забыл сказать, что я немного отложил стрим на сегодняшний вечер, так что приходите. Не забывайте ставить лайк на это видео и подписываться на канал. С вами был Найдис, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok